Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а видите продолжение партии за Нидерланды в Sid Meier's Civilization VI Gazing Storm с режимами Монополии Корпорации и Случайной Деревья Технологии. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка есть в описании к этому видео. А спонсоры канала все видео видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им за поддержку. Всем остальным жеужикам приятного продолжения просмотра. Не знаю, выглядит как сюда надо ставить, сюда и сюда где-то. Тогда у меня шесть городов плотник, да, не убило? Отлично. Давайте просто постоим. Ух ты, сколько тут черепах у меня. Вот я бы купил, кстати, торговый путь лучше в Гронингене. 95. Я даже на один ход раньше все выполнил, да? Он уже Раннюю Империю открыл. А, он сюда пошел, да, значит у нас. А я в торговлю. Интересно. Так. Не, ну не меняем. Что мне? Я сейчас галеру следующим ходом достраиваю. Нафига мне плюс 100%? Ну, надо бы накопить веру на покупку. Короче, сейчас надо после галеры священное место. Ну, наверное, я все-таки сюда поставлю прям, чтобы плюс 2 ничего не выкунуть. Ну, плюс 2 плохо, конечно. Ну, что поделать? Давайте посмотрим, где у нас трудостроение. Угу. Неплохо. Так, тут мы поехали. Ну, нафига мне вольнодумство? Я еще не знаю, когда я буду гавани строить и коммерческие центры. Перо и кисть тоже. Ну, монументальность просто именно для того, чтобы дешевле все стоило. И, соответственно, я сейчас в Амстердаме сначала священное место начитаю на... Не хочу плюс 3 вот здесь я. Хочу, чтобы эти клетки извержениями улучшались постоянно. Священное место ставим. Посел стоит... 95. Священным местом, я думаю... Ну, я еще проект проведу. Недостаточное довольство. Китаец, шотландец, у вас ресурсы-то на обмен когда-нибудь появятся? А то у меня уже 3 красителя, торговать не с кем. В процессе, в процессе. Надеюсь, появится. О, Китай, привет. Здорово. Блин, ну тут, конечно же, может не открывать железо. Просто жалко, если он тут появится на моей классной... Ромашке. Давайте, слушайте, отложим. Видите, пока колесо начнем. Каменоломни еще вот тут надо сейчас будет... Франца, а ты в лево селиться будешь? А ты вообще далеко отсюда? Ну, слева тебя. Ну, не то что бы далеко, но и не слишком близко. Я просто тебя все еще не вижу. Пингалу. Ну, я вот сейчас метку поставлю. Блин, я бы еще... Оракул бы построил. Чем я тут немного веры, так-то будет, по идее. А что я туда поплыл? Действительно, Сингапур проплыть. Может, правительственную площадь в Гарлеме? Ну, это клетки надо выкупать. Что в Гарлеме? Ну, торговца я хочу... Может, торговца купить? Нет, то есть, если построить... Я где-то до сюда буду вселиться, примерно. На строй... А, вот вижу. Ого. А, в уши немного. Там, да. Там, где река. Вулканы. Так, черепашка возвращает здесь счастье. Начинаем опять расти. Навигация по звездам. Где? Блин, да что так? Так, а тут, значит, у нас лучники получаются. Да, конечно... Нет, давайте, знаете что? Прочников... Я вот забыл, что я не построил. Как раз поставлю карточку на... А, класс, у меня не открыта эта карточка. Зашибись. Не знаю, да, это пока опыт юнитов разведки, что ли. Поставим... Здесь... Ну-ка, тут есть на плюс... Кстати, вот здесь священное место на плюс 3. Между прочим. Тут тоже давайте прачника. Ты сам где хочешь ставить, примерно. Блин, так жалко, если тут где-то появится железо, так мне красиво все расставлено. Такие горы и понятия не имею их. Но оно обычно на холмах, на самом деле, появляется. То есть, я даже думаю, что оно где-то вот тут или вот тут появится. Ну, это как видите на горе. В округе выглядит вкусно. Этим... То есть, молитве в священном месте они еще и веру дают. А, уже оракул китаец построил. Так, вот этим мы идем сюда камень обрабатывать. Поскакали. Зашли. Обратно отремонтировались. Постройте рудник для добычи ресурсов. Ну, я это, в принципе, смогу на железе построить, если я его открою. Да, вот тут надо пить клетку. Я еще, кстати, могу за веру, конечно, строя... Этого... Как его? Караван купить. Но я все-таки хочу на посело накопить. Мояная традиция. Ну, пошли, наверное, в мастерство. Поставлю таки карточку на плюс 50. И... Еще одну. Еще одну. Так, вот куда тут город? Ну, китаец. Чем китаец за ни нафига? Слушай, китаец, а что у тебя там так места нету, что ты так в мою сторону селишься? Это что такое? Ну да, я на полуострове. Ну, у тебя справа, слева, вон места. Ты почему-то по цепочке вот три города подряд вот сюда вот на эту реку поставил. Че-то выглядит стремновато. Ну, а мне уж, твои претензии не обоснованы, мне кажется. Ну, а мне кажется, у меня вполне обоснованно. Ну, я-то поставлю город сюда и сюда в любом случае. Это даже... Ну, я даже не знаю, даже места тут выглядят плохо. Ну, конечно, он как хочет. Это его... Так, наверное, пойдем к хлопку. Мастерство открыли. Ставим на юниты. Вообще, да, давайте создание строителей. Да, слушай, мне надо эти корабли на автомат, наверное, поставить. Так, сколько сейчас будет... Кто-нибудь вообще еще читает на пророка? А, уже кто-то вообще основал религию. Трудовая дисциплина. Так, этим сюда пойдем. Этим... Наверное, сюда. Так, сколько у нас... Давайте еще проектик. Нет, не светилище. Как эти светилища сразу после этого? Я, наверное, на еду опять возьму. Понравилась мне эта религия. Так, и... 95. Блин, шотландец, ты тут мешаешь со своим... Скаутом? А, он на автомате лезет. Плохо? Отвести, или уже не надо? Не можешь уже отвезти, да? А, вообще, знаю... А, он походил. Как? Да, тогда следующим входом. Так, вообще, лучше... Торговца... На торговца накоплю. Ну, давайте стрельбу из лука отказать. Так, еще мне навигацию по звездам надо в любом случае. Мне тут негде... Ускорить... Не оба что ускорить прачников. Нету варваров. Все. Куда-то делось. Вот, не успел походить. Уничтожили галеру. Надо будет еще одну галеру строить. Ну, кайф. Так, давайте этого на автомат. Тут на автомат, потому что я просто не успеваю этим всем походить, а надо ходить. О! Я думаю, что я заберу тот лагерек. Шотландец, скаут. А, точно. Спасибо. Нет, я хочу караван сначала купить, так что ставим денежки на караван. Пропускаем ход. Тут два заряда, да? Инг, заключим дрожьбу? Ну, я тебе дал тебя оба в пять назад. Я за. Ладно. Блин, или лучше тут мне шахту сделать. Давайте тут. Тут все-таки две еды. То есть два-два будет. Ну, у меня есть клетки, и так два-два. Ну, а в гарлеме как раз амбар нужен. Тут амбар, а вот здесь мы прачника. Третьего доделаем. Ну, мне еще одна галера, к сожалению, нужна. Из-за нехватки таймера квадрирема там ее доковыряла. Ух ты, тут какие смерчи бродят. Так, светилище. М-десят семь. Пока не расселяемся. Ну, сюда поставлю рабочего, будем ждать прибытия. Так, тут покупаем торговца. Тут все стоим, ждем. Создание строителей, создание юнитов. Вот, минус политическая философия. Два кампуса. Это я не сделаю. Так что идем в политическую философию. Бегаем я к культуре. Чисто от пингалы. Я могу стать сюзереном Сингапура, но пока бессмысленно. Заповедник нет. Торговый путь. Кампус. Мне бы в Амстердаме, конечно, правительственную площадь бы поставить побыстрее. И, собственно, начать эту ромашку заполнять. Ну, хлопок надо обработать. Так, это Амстердам. Чтобы дорога была. Ладно, будем протестантизм, раз мы... Голландия. А здесь что? Может... Немец, можешь различные выбрать ниже куску. Единицы золота. Может, это и золото опять взять? Так, я бы в Амстердаме, как и сказал... Попаем посела. Я бы в Амстердаме, как и сказал... Делал... Политическую площадь. Только у меня денег, по-моему, не хватит. Клетку эту купить. Блин, я лучников открыл. Не очень удачно получилось. А что это так быстро я ее, кстати... Так, ну, религии у нас две. А, тут нет, еще двое читают. Но причем это все на том континенте. Ни Шотландия, ни Китай. Собираются под моей религией жить. Это же здорово, я считаю. Слушайте, так я Антон Нариву, наверное, первый шотландец нашел, да? Поэтому... 2% за полученных... Знаете, что Антон Нариву надо будет вынести? Так, давайте... Думать... Сюда. Может, отойти? Мне пока тут рабочим. Так, может, он быстрее добежит? Нет, у меня будет свой... Лопок. Атланцем правопрохода вполне. И клетка стоит 55. Придется отложить пока. Амбар нет. Древние стены. Давайте. Два хода древние стены. Так, после навигации по звездам... В деньги прямо пойдем. Кайф. Гонконг тоже Шотландия первая? Не, неизвестный игрок. Вау. То есть у нас кто-то тут еще... Имеется. Мне надо этот город... Так, сколько городов? Китая три. В Шотландии уже четыре. Ну, то есть Шотландия, кажется, нормально поставил. А вот то, что китаец все три города вот такую сосиску поставил в мою сторону, это очень странно. Сосиска. Сосиска. Так, ну... Даже не знаю, ладно. Давайте. Тут я хочу дуболома держать. Этого лучника туда лучше поведу. Так, вот это... Хватит тут плавать. Сюда давайте вернемся. О! Бонсуар, так сказать... Предложил вам предложение. Так, рабочего, наверно. У меня что-то стоит на рабочего? Да. Да. Даже, наверное, сюда встану обработать камень сразу. Вместо 52 силы у этих 56 и 77. Подожди, я обменялся ресурсами? Да. О! Я встал... А, нет, я в Гонконг. В Сингапур. Ладно. Наверное, надо сначала гаммой все-таки. Не надо железо обработать. А потом правительственную... Зачем? Нету денег купить... Нету денег купить эту... Рабочего сначала надо будет производство хоть какое-то сделать городу. Нету денег клетки покупать. Но пока мне нравится, как у меня все растет. 19-20. Это чисто за счет пингала, я думаю. Так. Скакали. Так. Скакали. Цель бы город увидеть на самом деле. Он у него скорее всего будет. Ну, честно говоря, у них похуже. Я вот только Данди, думаю, неплохой город у шотландца будет. У меня выглядит поинтереснее. Для развития. О, красивый заповедник Уинка. Посмотрите. У него же горы культура дают. Культура прям... Так. Ну, это где-то в тундре. Тут, наверное, куда-то сюда. Все-таки... Нет, подожди. Где-то мне... Покажу. Посмотри, что тут... Всеми похожим. Так, да. Дружбу с шотландцем заключим. Ну, я бы вот сюда у горы вставил, мне что-то тут больше нравится. Здравствуйте, Светаи. Ну, я уже туда скоро город поставлю, не хотелось бы. Ну, ты сильно расстроишься, если вы куплены. Ну, да. А вот ты не можешь поставить там... Где вот под горами типа... Или там нету... Раз, два, три. Либо тут, либо тут. Наверное, даже вот сюда бы я... Я не хочу на... Хотя я, конечно, могу на побережье. Тут такая слишком много тундры будет. Не знаю. Болонию можно захватить, в принципе. Может, даже Болонию и стоит захватить, сколько у нее серебра. Может, тогда... Ну, все равно давайте пока предварительно. Хотя и в этом бы городе я сразу начал, наверное, со священки. Вот тут он у нас на плюс четыре. Я понимаю, что правительство я хотел выкупить, но... Священка на плюс четыре — это круто. Берем... Ну, скантичную. Строителей... Первые. Может, первые в Болонию отправить? Пока. Так. Дальше. Уменьшение стоимости покупки клеток. Может, содержание юнитов? Минус три. Ладно, давайте пока содержание юнитов. Хочу в Болонию отправить точно. Узеренить пока никого не хочу. Так, сколько у нас теперь стоит эту клетку выкупить? 48. И здесь, да? Тоже 48 на... Да. Наверное, прачников в Амстердам надо вернуть. А где у нас акведук? Так. Блин, с туда строение. Ну, я деньги, конечно, открываю. Так. Промышленное производство. Кстати, мне нужен рабочий для... Да-да-да, давайте... Давайте строителя. Потом маяк. Опять надо тут все починить. Потому что я могу промышленное производство теперь делать. Прачника сюда, лучника сюда. Очень странно. Китайцы... То есть он хочет тут город поставить, но, честно говоря, вот тут так офигительные места в моем представлении. Чем-то уже отваливается. Зашибись. Классно поставил. Это пример, почему не надо в шестой циве ставить города вот такой сосиской. А, так вот у нас... Это ты говорил, что ты на отдельном континенте, француз? Нет, не я. Это я на отдельном. Кри. Ты уже уверен, да, что на отдельном? Да, я уже все исследовал. Просто отдельный континент. У француза тут приятные места. Судя по всему... Да, ну там шотландцы... Видимо... Так, давайте мельницу пока пойдем. Что-то подумать. Колесо, строительство... Видите, это все через судостроение. Математику еще можно будет начать потихоньку строить. Все. Я в Амстердаме куплю, наконец, район. Блин, там маяк, правда. Ладно. Я хочу маяк все-таки сначала построить. Этот рабочий у нас... Блин, тут надо клетку выкупить. Тут... Давайте, знаете, что? Куплю клетку с хлопком, наконец. Это все-таки дополнительное счастье. Оно всегда хорошо. Фабрику я, естественно, буду в Амстердаме ставить. Так, что он с харнем обрабатывает? Да. Тут давайте. Шахту. Теологию. Берем соседство священного места. Вместо содержания юнитов. Так, подожди, а может мне куда-то перво... Пять. Да, ю... И... Ненавижу вот это, блин. Лучше бы этого таймера не было, на самом деле. Это просто настолько сразу начинает нервничать, заставлять. Я тупо не успел все принять. Все. Все. Сиди теперь. Следующего хода жди. Так. Первого посла мне имеет смысл кого-нибудь отправить? Он-то на Нариву и... Ммм... Наверное, все-таки нет. Поэтому меняю на... Плюс два влияния. Уменьшение покупки клеток строителей тоже оставлю. Давайте кого-нибудь за всю зереню. Например, Болонию. Ну, красиво у него город встанет, ведь у него поселенец там ездит. Я вырублю тут лес. А, так, все-таки у нас Франция, может быть, еще с религией. Конфуцианство, неизвестный игрок. А, набивает пророка? Нет. А, Франция набивает, да. Значит, Франция у нас на континенте еще будет. Китай, предложение. Кстати, надо бы сходить этот город увидеть. Я открыл. А, Теалу Юля. Так, строительство надо будет отложить. Сколько у меня стоит? Сколько у меня стоит? Что за клетки? Поселенец. Интересно. Ну, тебя будем вспомнить. Слушайте, ну, надо, наверное, все-таки железо открыть, может. Не знаю, сижу как-то. Давайте еще строителя. Кампус, центр. Ну, вот тут уже точно накопить на выкуп вот этой клетки два хода 48. Будет как раз через два хода 48. Так что давайте строителя такие. Просто думал купить эту клетку и центр коммерции поставить. Ну, вот наконец-то китайцы туда ведет город. Приходится даже сюда губернатора пересаживать. Понимаете? Так он спешил с этим. Я не знаю, зачем он и ему. Вот честно. То есть, по-моему, надо спешить за теми городами, которые у вас круче всего. То есть вы просто ставите... Вот он ставит сюда город, который ему дает что? Я еще сюда город поставлю, у него с этим начнутся проблемы по отваливанию. Большие. Соракул тут. Франция уже ученого набила. Кто-то уже взял ученого прям. Все так в кампуса стреляют. Вот как бы пример. Нафига как стремиться в корпус? А у меня без одного кампуса 25-24. Зачем? При том, что у меня на будущее развитие намного лучше. Будет. Так, Роксбург увидел. Увидеть Роксбург и не умереть. Математика. Так, что нам тут обрабатывать? Да, тут конечно Гронинген слабоватый город будет. Тяжело ему будет расти. Ладно, поехали-ка мы откроем железо все-таки. Давайте скрестим пальчики. Нам надо инженерное дело в любом случае идти. Где у нас ученичество? Подождем, я вырублю следующим ходом. Я ж не могу сейчас вырубать, правильно? Да. Слушайте, а может тут камень вырубить, чтобы быстрее? Тут я нормально просто шахту поставлю. Вот эта галера, которая... не галера, а трирема, которая мою прошлую галеру замордовала. Ну, я хочу сказать, что у меня лучшие места, чем у Шотландии, например. У Китая хорошие места, но он зачем-то расселился по-хреновым, вместо того, чтобы вот здесь ставить изначально. Но он, типа, решил забить себе места, чтобы там расселиться. Ну, удача. Видимо, придется у него забирать города, раз он так не понимает по-другому. То есть это просто жадное расселение, ну, без причины. То есть я не вижу причину, вот этот Чинду ставить было. Кроме той причины, чтобы застолбить за собой место. Отлично. Очень хорошо. Слушайте, вообще давайте-ка мы сначала именно железо обработаем, потому что это у меня ускорит и колесо, и обработку железа. Так. Колесо сначала откроем, потом инженерное дело, чтобы, ну, водяную мельницу сделать. Блин, я забыл, что я тут хотел фабрику поставить. Да. Предложение, Алексей. Правительственную площадь, давайте. Сюда. Сейчас, если успею, пока походить надо куча юнитов. Такой все-таки китаец жадный. Видите, как он жадно расселился. Не успел. А что хоть там предлагал, торговля какими-то ресурсами? Не, правопрохода. Не, правопрохода. Ну, блин. Варвары забирают город. Так, давайте вернемся здесь в фабрику сделаем. Ставим, правопрохода принимаем. Пойдем скаутом туда. Надо было из Роттердама. Так, клетку пока не за что выкупать. Еще одну. Ну, лесопилки я открыл. Нет. Еще нет. Водяная мельница лучше в Амстердаме будет. Тут хотя бы пшеница эта останется. Ладно, еще строителя тогда. И в Гронингене надо бы купить, пожалуй, посело 115. Блин. Пойдем, наверное, сюда. Я сюда поведу город. Знаете, я еще подумаю, может быть, сюда ближе немножко к вулкану. Ну, и ближе к моим городам получится. Либо сюда. Просто чтобы... Тут сильно влияние будет, если сюда поставлю, все равно до табака дотянуть. Тут, собственно, больше негде ставить. И я очень сомневаюсь, что мои соперники захотят тут кто-то город ставить. Поэтому я просто вот сюда поведу. Дальше, наверное... Блин, Лян или Рейну взять. Вот в чем вопрос. Так, тут нужен еще один рабочий. Хотя можно и Магнуса вырубать. Может, Магнуса в Гронинген, кстати. Давайте Магнуса в Гронинген. А потом я его пересажу в этот новый город. И отойду. Да, так лучше проходит. Отправляем... Шотландцу. Что там в Москве по показателям на том континенте? 27 науки, 29 культуры. Норм? Норм. Как у вас? У нас. У нас похуже. Но у Инка получше. Слушайте, в Роттердам бы религию как-то... А, он раз... Да. Почему нужна религия в Роттердаме? Чтобы святилище работало, чтобы оно давало мне жилье и еду. Это, кстати, вместо, считайте, амбара в Роттердаме я строю. Теперь давайте сначала зал для приемов. Инженерное дело открыто. Го. Математику. Верховую езду и обработку железа. Надо вот тут... Нет, даже... Давайте мы сначала обработку железа... Я хочу посмотреть, что здесь, чтобы ученичество быстрее открыть. Так, просто сделаем... Ну, наверное, пора уже вырубать. Ух ты! У нас здесь еще... И сюда же вернуться. Так, у нас семь ходов до конца эпохи... У-у-у... Какой тут... Какие хорошие кампусы у Эра будут? Прям... Выбирай, где хочешь, ставь. Это будет единственный кампус на всю империю. Грампианские горы. Я же говорю, горы красивые, вкусные. А кампус один. На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok